О, какая у меня есть для вас классная история. Уверен, что услышав ее, вы просто бегом побежите регистрироваться в умном голосовании, чтобы не дать таким, как наш герой, снова стать депутатами. И это не просто классная история. Она прям-таки взята из, возможно, самого популярного в России литературного произведения. Книги «Мастер и Маргарита». Там есть эпизод, где Коровьев, персонаж из «Свита Сатаны», развлекает Маргариту всякой болтовней. И когда она удивляется, как вот обычную московскую квартиру с помощью магии можно сделать огромной внутри, он объясняет, что примерно такое можно сделать и без помощи магии. И рассказывает смешную историю. Получил, значит, один человек трехкомнатную квартиру на земляном валу, потом перегородил одну комнату и уже четырехкомнатную квартиру обменял на две квартиры. В три и две комнаты, получается, пять комнат. Потом снова разменял одну квартиру. Ну и так дальше. И в результате серии хитрых комбинаций этот человек должен в итоге получить шестикомнатную квартиру на своем земляном валу. Правда, у него ничего не вышло, но, видимо, поэтому историю с такой иронией рассказывает приспешник Сатаны. А теперь смотрим сюда. У этого человека, конечно, нет рогов и копыт, на первый взгляд. Но везучесть с квартирами у него точно дьявольская. И должность такая же. Это лидер фракции «Единая Россия» в Московской городской думе Степан Орлов. Избран по районам Орехова-Борисова, Северная и Южная. Степан Орлов стал депутатом Мосгордумы в 26 лет. В 97-м году. То есть больше 20 лет назад. Вы удивитесь, а как же его тогда избрали в таком юном возрасте? Тоже очень смешное объяснение. Времена тогда были другие, герои были другие. Степан Орлов работал помощником Ирины Хакамады. Вот на волне ее популярности он тогда и избрался, ну правда, с тех пор он демократом быть перестал, и стал единороссовским начальником, лидером фракции. А еще главой комитета по городскому хозяйству и жилищной политике. И вот с жилищной политикой у него происходят настоящие чудеса. 2007 год. Третий депутатский срок нашего Степана. У него есть квартира на улице Крупской, 58 метров. Обычная такая квартира. И депутат Степан Орлов решает улучшить свое жилищное хозяйство и меняет эту квартиру. Отдает ее Москве, то есть государству, то есть нам. А взамен получает от города 166 метров на улице Удальцова. Отдал 58 метров Москве. Москва дала ему в три раза больше. В том же районе, но в доме получше. Согласились бы вы на такую сделку? Чувствуете, как близки к этой сделке персонажи из «Мастера Маргариты»? Согласился бы ты заключить сделку. Но не беспокойтесь. Вы в безопасности. Вам такое никто не предложит. Вы же не депутат. 2012 год. Депутат Степан пять лет живет в своей новенькой квартире утроенного размера. И чувствует, что ему стало как-то тесновато. И он снова меняется квартирами. И снова с городом Москвой. И удивительная вещь. Он возвращает Москве квартиру. 160 метров на улице Удальцова. А город Москва, опять же, мы с вами взамен даем ему две квартиры. Но только уже не на юго-западе, а в центре, на Арбате. Не в каком-то там многоэтажном доме-муравейнике, а в солидном депутатском доме. В общем, смотрите, сделка. Квартира Орлова на улице Удальцова. И две квартиры в жилом комплексе «Дом на Композиторской». Судя по датам, мэрия Москвы специально купила эти две соседние квартиры в элитном жилом комплексе, чтобы поменяться с замечательным Степаном. Одна квартира 114 метров, другая 132. Не сложно посчитать, что вместо своей 160-метровой квартиры Орлов получил 246 метров и не на окраине, а в центре Москвы. Ну разве это не прекрасно? Ну разве нельзя после этого сказать, что реальная жизнь в России круче, чем фантазии в любых книжках? Нас с вами так элегантно обворовывают, что Булгаков умер бы от восторга, услышав эту историю. Но там еще круче! Откроем последнюю декларацию лидера фракции «Единая Россия». Видим квартиру его жены, которая, кстати говоря, называет себя «Графиня Орлова» на 1-й Тверской-Ямской, 100 квадратных метров. Вот пункты 2-й и 3-й — это квартиры по обмену на Арбате. То есть есть 350 метров его личного жилья, но при этом он еще арендует служебное жилье. Еще 300 метров! То есть мы с вами обменяли его 58 метров на улице Крупской на 250 метров на Арбате, а после этого он нам еще говорит «Ребят, мне жить негде, дайте мне еще служебное жилье». Окей на еще 300 квадратных метров. Умное голосование — это в конце концов просто способ сказать «нет» вот таким вот комбинациям. Участвуйте, чтобы хотя бы просто обозначить свою позицию. Я не хочу больше меняться квартирами с этими Степанами Орловыми, потому что в результате обменов у него с жильем что-то очень хорошо, а у нас все очень плохо. Вся эта единая Россия ездит на нашем горбу и свесила ножки. Как можно больше людей приводите в умное голосование. Особенно, если вы из Орехова-Борисова и ваш депутат Степан Орлов. Подписывайтесь на наш канал «Здесь говорят правду». Продолжение следует...